Это бы место встречи. Коротко, пожалуйста, наши гости дорогие, чтобы лично вы запретили бы делать детям. Наиля. Вообще мне не нравится слово запрета. Ограничивать, конечно, нужно. Вводить правила, безусловно, нужно. Но, например, если мы говорим про школьную форму, хотя бы ввести один день в неделю, когда ребенок может самовыражаться и приходить, как он хочет. То есть давать здоровую альтернативу. Все, я понял. И про смайлики вопрос. Очень коротко. Секунду, да. Потому что эти смайлики похожи на нашего Колобка. Тогда нужно запретить сказку Колобоку. Нет, Колобоку надо. И запреты вводить с обоснованием. Все. Так, Павел Анатольевич. Ну, во-первых, я бы запретил все то, что было в ваших сюжетах. Я с этим солидарен. И я голосую за этих депутатов. И пусть они еще пять лет без выборов будут с двумя, я буду счастлив. Ну, а что я считаю, было бы правильно. Запретить детям не слушать родителей и запретить детям не слушать и оскорблять детей. Ну, так, Антон Юрьевич. Ну, мне как-то странно, что, мне кажется, как-то некоторые люди плохо понимают подростковую психологию. Если вы что-то запрещаете, это становится более популярным. Есть такое. В СССР запрещали там Солженицына какого-нибудь, да? Он стал только благодаря этому популярным. Благодаря тому же... Не-не-не, он не стал популярным. Это вот... Ну, найдите мне кого-нибудь. Так бы он не стал, мне кажется, если бы его не запрещали. Вот и здесь работает так же. Я бы ничего не запрещал, а создавал бы аналоги этому, чтобы дети пользовались чем-то, чем-то. Все. Поэтому, дорогие дети, это на самом деле не так. Смотрите нашу программу только в Телеграм-канале, там только избрались. Вот ты вечно как-то пополовинчатый. Значит, возвращаясь к школе вообще. Одно из нововведений, ну, таких, то, что вспомнили из старого, это возвращение уроков труда. Вот, что лично я категорически приветствую по целому ряду причин, в том числе потому, что про уроки труда всегда было много анекдотов. Вот в некие времена какие-то шутники придумали такую историю, она мне всегда очень нравилась, но не было повода ее вспомнить. Значит, идет урок труда у учениц пятого класса. И преподавательница говорит, девочки, сегодня у нас довольно непростая тема. Выворачивание канта наизнанку. Вдруг видит одна девочка такая в кругленьких очочках, короткая стрижка, ну, ботаник такой девочка, тянет руку. Что, Сидорова? У тебя опять какой-нибудь вопрос? Она говорит, Мария Ивановна, ну, выворачивание канта наизнанку, как же это получается? Нравственный закон над головой, а звездное небо внутри нас. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ, до свидания.